всем привет меня зовут илья и в этом видео расскажу про один из своих басов мне показалось что настал то самое время когда стоит раскрыть карты раскрыть секреты и как вы уже догадались по вот этому вот инструменту замечательному не знаю как цвет называется винтажный белый или как это еще цвет есть такой знаете как же называется там бежевый такой винтажно-бежево-желтый непонятного цвета это конечно же ибан с 84 года называется road star 2 series вот такой вот инструмент я на нем играю все два года про него не снимал никаких обзоров я знаю что были комментарии люди просили снять рассказать имеет инструмента как чё почему и вообще зачем а вот сегодня такое видео собственно и будет есть чего рассказать на самом деле инструмент очень неоднозначный со своими плюсами со своими минусами у меня с ним было тяжелое так скажем тяжелые отношения неоднозначные так скажем я много раз его выставлял на avito но потом снимал потом выставлял потом снимал короче у него много минусов много недоработок который меня бесит но есть несколько плюсов за счет которых я и оставляют постоянный инструмент постоянно у меня какие-то с ним терки вот сейчас хочу обеззладить думаю обеззладить или нет вроде да вроде нет короче сложно отношения с этим инструментом в общем давайте разбираться что же это за зверь такой бонес roadstar 2 серии из 1984 итак начнем с технических характеристик данного замечательного музыкального инструмента во первых это корпус корпус выполнен из липы имеет такой желтовато-бежевато-бело винтажно-белый оттенок зависимость от того как светит солнце откуда светят лампочки то есть интересный цвет иногда он кажется белым иногда кажется желтым иногда бежевым то есть такой интересный свет и раньше любили вот восьмидесятые такие цвета вот такой чистый винтажно-желтый-белый такой очень прикольный цвет покрытие глянцевое что касается корпуса опять же липа корпус из липы дерево для среднего уровня гитар вообще компании бонес любит все всякие азиатские компании любят липу традиционно дерево как бы я часто встречал там какой-то хейт там типа из липа гитара так себе типа дешевка на самом деле не совсем так липу предпочитают даже какие-то именитые музыканты многие например петруч там любят из липа то есть у нее есть свои характерные фишки интересные то есть хорошая середина и как мне кажется на звуки этого инструмента липа отражается положительно то есть здесь именно такая такая серединистая серединистая деревяшка обеспечивает этому басу классный классную середину что его делает выигрышным на фоне многих других гитар там такого же сегмента ценового поэтому что касается дерево ничего не могу плохого сказать про липу плюс она довольно легкой липы это легкое дерево и плюс-минус как ольха то есть это хорошо гитара не тяжелая далее у нас по списку идет гриф который выполнен из клёна тоже довольно традиционное дерево для грифов если присмотреться то можно увидеть три куска то есть видно склеечка из трех кусков клёна в общем накладка естественно из палисандра ничего нового 24 лада голова грифа на которых находятся четыре колка развернем почитаем ибанес вл в тюн b2 колки ибанезовский вл в тюн можно перевести как что-то типа вэлфа бархатный бархатный нас тут бы бархатный настрой что такое в общем судя по названию эти колки обеспечит бархатную настройку вашей бас-гитары что в общем то не хухры-мухры согласитесь значит опять же 24 лада пятка грифа крепление на болтах такое фендероподобное неудобная пятка сейчас расскажу здесь у нас первый скрывается большой минус этой бас-гитары у нас здесь как мы можем видеть 24 лада но при том что здесь пятка не скошенная не срезанная у нас доступ по факту из-за этой пятки только нормально до 22 лада что лично меня в ступор вгоняет потому что если вы делаете 24 лада то как бы надо чтоб доступ был зачем-то это делать как бы уплачено за 24 лада а доступ только буквально 22 21 нормальный поэтому приходится здесь как бы тянутся вот так как на классике палец но это просто никуда не годится и это мне не нравится в этой бас-гитаре это неудобно вот эта пятка архаичная архаическая винтажная она конечно уже морально устарела вот что касается грифа вот такие вот дела и так далее по списку нас вот электроника нетрудно догадаться заметить что у нас здесь два хамбакера три крутилки и 2 и 2 тумблер еще плюс добавок давайте разбираться попробуем разобраться для чего они тут вообще нужны значит начнем с первой крутилки баланс датчиков ничего сверхъестественного значит влево крутим это бриджевый вправо на кого здесь немножко погромче звучит я пока не знаю почему может быть потому что он выше но это ладно не так супер важно значит понятно баланс датчиков как обычно далее у нас идет как раз здесь у нас это громкость соответственно убираем громкость ничего не слышно собственно добавляем слышно ничего нового далее тон тоже традиционно значит он на максимум обычно меня всегда убираем вот значит он на максимум далее у нас вот крутилки а вот тут вот самое интересное я честно говоря не знаю что они обозначают эти тумблеры для чего они нужны здесь здесь три позиции для каждого датчика значит вот это для некого а тут для бриджева в общем я всегда играю в верхней позиции потому что не фонит но я так понимаю что это отсечки и как бы инструмент старый и без документации понять реально невозможно то есть но я так предполагаю отлично из своего ощущения что у нас внизу нижняя позиция хамбакеры самый громкий такой звук получает самый жирный средняя позиция у нас похоже на синглы и верхняя не знаю что значит верхняя если кто-то знает пишите в комментарии может быть какая-то фаза может какой-то режим работы еще там хамбакеры например какой-то скрытный но опять же обычно я играю в верхней позиции вот так вот последний тут самый убогий звук на самом деле но при этом не фонит а я ненавижу когда фонит поэтому лучше пусть будет звук глухой но не фонит средняя позиция самая интересная по звуку я думаю что это все-таки синглы вот но она фонит то есть есть например так сидит разговаривать то с вот этой позиции будут какие-то вот потрескивание там наблюдаться поэтому я не играю обычно в средней позиции но на мой взгляд от средней позиции оба датчика самое интересное по звуку ну и нижняя мне кажется это хамбы такая самая громкая самая сигналистая получается а и а а а а и а и а и и и Продолжение следует... То есть вот такие три режима, на самом деле, они не меняют как-то прям существенно характер звучания, просто добавляют какие-то нюансы обертона. Например, в средней позиции как-то больше стекла какого-то. Вот позиция хамбы нижняя. Она помощнее, но как раз в средних синглов как раз какие-то обертона появляются, такие стеклянные, прикольные, похожие на немножко Music Man. Вообще звучание инструмента по характеру похоже на Music Man. И мне писали в комментариях, что это какая-то модель Music Man, там 824, что-то такое, то есть просто с названием Bones. Вполне может быть, потому что даже внешне похож, такие два хамбакера мощно, как на Music Man. То есть есть в этом какая-то правда. И по звуку тоже, ближе всего к Music Man. Такой, опять же, такой характерный стеклянистый верха такие для Music Man. Вот, похож инструмент. Значит, что опять же, пассивная электроника, никакой батарейки здесь нету и близко. То есть все пассивное, соответственно, отсечки на каждый датчик. Но на самом деле для пассивного инструмента здесь довольно, за счет отсечек, функций довольно много. Но опять же, я не использую их. Мне они особо не нужны. Я играю в верхней позиции обычно. Звучит самое убогое, но зато не фонит. Но в среднее, на мой взгляд, поинтереснее всего. Наверное, сейчас буду в среднее больше записываться. Прикольный звук, на самом деле. Далее расскажу о том, что я тут менял. Что я делал, что я дорабатывал, доводил в этом инструменте. Что здесь было катастрофически плохо. Во-первых, когда я купил этот инструмент, я его купил на Авито в своем же городе. То есть увидел просто на Авито объявление, как в 1984 году. И Бонесса у меня в городе, там буквально пару кварталов. Я решил купить. Стоил он в районе 26 тысяч, что недорого. В общем, за эти деньги лучше точно ничего не купишь. И новое точно сейчас. Даже корта за 26 тысяч, за 30 не купишь. Поэтому я не думал. Есть такой инструмент прикольный. Японец, 1984. Просто даже как какое-то вложение денег для коллекции. И я поехал и купил сразу. И что здесь было ужасно? Во-первых, валилась струна первая. То есть очень сильно. Просто невозможно было играть. То есть я что-то играю. Какой-то пассаж, например. У меня обязательно валится струна. То есть это все. Это брак. Это на помойку бас. Все. То есть это автоматически. Хотя как бы странно. Вроде все говорят там бас, фуджиген, япония. Не знаю. То ли это было изначально на заводе такой брак заводской. То ли это потом что-то тут перекосило. Может его уронили. Что-то тут перек... Ну, короче. Это из-за того, что здесь нарушена как бы геометрия. Либо это заводской брак, либо какой-то удар был. Я не знаю. Либо его повело так. Гриф. Нарушена геометрия. То есть, ну, например, вот здесь вот. Вот, грубо говоря, шире, чем гриф. То есть вот это расстояние на бридже шире, чем расстояние грифа. То есть непонятно из-за чего. Но, в общем, валилось страшно. То есть просто свалилось вот так вниз струна. Ну, я отнес к мастеру, соответственно. Потому что это было невозможно. Это сразу на помойку. Он мне поменял порожек. Сделал поуже порожек. Вот здесь верхний. И, соответственно, все ушло. Я такой в шоке был вообще просто. Думаю, ничего себе чудеса. То есть как бы и стало вообще отлично. Вот. То есть это первый минус такой. То есть на что я рекомендую обращать внимание при покупке японских инструментов. Бывает такое, что криво. Бывают какие-то такие браки. Вот. На мой взгляд, это как бы, ну, критическое. Это супер критическое. Поэтому пришлось так делать. Вот. Вот. Сейчас ничего не валится. Все отлично. Значит, первое. Второе момент. Я менял лады. Менял лады. Мне мастер сказал, что как бы лады вообще не менялись с 84-го года. Они были убиты просто. Он когда снимал их, полировал, говорит, что как бы когда-то владела им девушка этим инструментом, потому что прям духами было от накладки. Такое бывает, например, когда, ну, вот рояли, например, когда вот эти клавиши девушки играют, женщины, то они впитывают духи вот это все. И, например, когда мастера тоже делают рояли вот эти все там эти клавиши, там тоже они полируют, восстанавливают. Всегда понятно, что девушка играла, потому что как бы запах. И здесь тоже он мне рассказывал, что прям запах духов был от накладки не знаю покупал я у парня может быть когда-то было было так скажем в общем не полирнул накладку поменял лады поставил лады то есть как бы ну особо так прям я не заметил какой-то прям разница в звуке ни на что это не повлияло просто как бы более свежей лады вот такие дела значит поменял лады и сделал порожек вот две манипуляции сейчас думаю обезлаживать но с одной стороны хочется без лад что был да это круто 2 с другой стороны хочется оставить оригиналь еще не знаю пока сложно решить вот эти вот моменты в этом инструменте которыми не нравится доступ особенно неудобный это конечно меня иногда стали задуматься но в итоге я его говорю я оставил несмотря на все вот эти косяки у него есть плюсы плюс это конечно звук его отличный звук дает инструмент серединистый супер серединистый инструмент я на нем сыграл один концерт филармонии были плотно репетиция там больше месяца и я принес как-то носил его на репетиции с ребятами потом принес корт дорогой там а серия у меня был я его продал помните может быть я там записывал какие-то с ним тоже были видео в общем я один раз придет принес корт после него мне сказали ребята типа никого больше не приносит только этот приносит то есть как бы люди не разбираются они выступ они слышат просто есть как бы даже сейчас современные инструменты они не смогут с ним то есть опять же вот это вот середина правильная его везде вот эта основа баса читаемость пробивана пробивная вот этот вот частотность инструмента то есть именно в реальной работе на аппарате он ну как профессиональный звучит инструмент несмотря на то что он недорогой то есть опять же приносил корт дорогой сказали не приноси то есть вообще его как бы он теряется в миксе нет середины вообще то есть он что-то трещит от бертона есть вот эти а нету тело вообще то есть как бы ну для каких-то ситуациях может быть и ну это нормально но именно вот в ансамбле когда нужен плотный аккомпанемент когда нужно середина нужен бас когда у тебя четкая функционал то конечно этот инструмент показывать отлично очень да вот это вот то что он себя супер показал на концерте ребята были в восторге а тоже опять же его из-за этого оставил как такой вот концертный вариант по звуку а вот соответственно ну и плюс продавать смысла ты вообще нету то есть что там на нем рублей тысяч триста тридцать на нем можно заработать но как бы ничего даже сейчас корт не купишь эти деньги даже дешевую какую-то китайскую китайский инструмент вообще не купить поэтому смысла вообще нету а естественно он как бы уничтожит любой вот этот любой новый инструмент индонезийский или китайский то тут как бы вообще даже без вопроса вот собственно все что хотел рассказать немножко уделили внимание вот этому ибанезу я считаю что надо было раньше снимать на самом деле инструмент интересный и вообще ибанезы восьмидесятых годов это довольно такие культовые палки даже сам великий джако пасториус был замечен с ротстером ибанезом в общем-то них ухры-мухры величайший как бы не выбирает абы что поэтому в общем-то именно вот эти старые ибанезы они стоят своих денег однозначно не этот инструмент собственно несмотря на все его недостатки вот эти там валярую струна которая валилась там вот эта геометрия нарушена довольно часто у него бывает тоже гриф надо подкручивать он такой довольно здесь капризный к окружающей среде то есть вот эти все нюансы мелкие они как бы все равно вот этим звуком вот этой вот этой середины и пониманием того что лучшее и уже не по звуку то навряд ли сейчас из современных палок даже дорогих я думаю что не будет то есть это должен быть уже ценник там в несколько раз в несколько раз больше да и продавать что-то сейчас вообще какое-то на самом деле зашквар потому что вещи они становятся дороже но при этом хуже качеством то есть дороже и хуже качеством как бы ну а логика в чем чтобы продавать это бред по факту бред поэтому я вот его оставил хотя много раз его выкладывал потом что-то передумал 5 укладывал в общем в итоге решил оставить и сейчас думаю как бы обезладить но тоже опять же сложно с одной стороны хочется без ладовый иметь звук себе как бы чтобы были разные инструменты прям характером абсолютно чтобы все басы были то есть у меня вот есть precision есть акустический бас сейчас и вот этот ибан с как бы что было прям три разных прям вообще разных мира абсолютно вселенной понимаете если вы понимаете о чем вот вот такой вот инструмент вообще не знаю безладить не обезладить пишите в комментариях что вы думаете желать на четырех слов в общем спасибо за просмотр всем любовь доброта подписывайтесь стать чуть не забыл на подписывайтесь не забывайте ставить колокольчик заходите на мой бустик 10 уникальный контент обязательно группа вк тоже существует тоже заходить общайтесь всем пока